Не буду тебя ничего спрашивать. Вы пришли посидеть, помолчать. Я придумал начало, но потом подумал, что странно будет так прозвучить, но если тебе зайдет, так нормально. Я просто придумал, знаешь как? Влад, Влад, Владушка, здравствуй. А все, мы начинаем? Да. Подожди, я же еще телефон не убрал. Давай я его вообще выключу. Мы сейчас с тобой три года не виделись. Да, мы с тобой три года не виделись. Привет. Как дела? Хорошо. А у тебя? Да, у меня похуже, но нормально. Понял тебя. Жить можно. Жить продолжается. Да, вот. Да. Важно. Так как людям придется смотреть, то я на него немножко буду ссылаться. Расскажи сначала, что произошло с группой с тобой за эти три года? Я, честно говоря, не помню вот на каком этапе становления, скажем, Ермака, на каком историческом нашем этапе это было интервью, что мы тогда выпускали. Если это было три года назад, ровно три года назад. 24 сентября вышло интервью. 24 сентября. То есть мы вот ровно в это же время сейчас разговаривали. В августе. Прикольно. Интересно, Птицы вышли уже? Наверное, вышли. Вышел, наверное, альбом Птицы. С тех пор мы, наверное, выпустили, да, самую популярную нашу песню. Бег. Сингл. Ну, мы скатались в тур. Даже в два, наверное, успели. Да, мы в два тура съездили. Успели съездить, да, в два тура. Первый раз съездили в Сибирь. На тачке мы доехали до Сибири и обратно. Это был интересный опыт. Выпустили альбом «Исход». Там же была вторая популярность песни «Ехидна». Они перебили наши старые «Прости, идущие море», там все такое. Выпустили трибьют на «Объект насмешек» «Брат Ураган», который очень много кому понравился. Выпустили «Смерти нет», клип «На смерти нет», песню. И вот сейчас буквально недавно выпустили четыре сингла с альбома «Манкурт». Вот что произошло. Хочешь, можем сразу поговорить про «Манкурт»? Про «Манкурт»? Ну, можно. Как скажешь, можем сразу. Ну, давай, да, сразу, чтобы у людей было возможность. Так как вы его сейчас пиарите активно. Да. Фит с Лисовым вышел. Да, с Лисовым и с Эмом Калининым из Афинажа. А, да? Да. Ну, у нас рок-опера, поэтому там много ролей всяких. Лисов исполняет роль этого наставника, типа мастера Йода, условно говоря, или даже Оби-Ван Кеноби, какой-то такой товарищ. Ну, и рассказчик попутно он во всей этой истории. А Эм, он главный злодей. А как появляется идея, что надо сделать рок-оперу? А это появилось, когда мы уже имели альбом на руках. Мы поняли, что это называется рок-опера. То есть мы не думали изначально сделать рок-оперу. Мы просто сделали альбом, и мы смотрим, есть сюжет, есть роли. Это рок-опера называется. Давайте назовем рок-оперой. Давайте. Ну, вот легенда «Манкурт» — это же человек, который забыл родину. Да. Забыл имя матери своей. Да, да, да. Ну, и убил мать вообще в конце, «Манкурт». Да, он раб хозяина. Безвольный раб, да. Человек, лишенный памяти. Это твоя рефлексия на сегодняшний событий. Это вообще вечный сюжет, понимаешь? То есть это всегда было везде. У Гоголя там это было. Много где это было. Разбульба, например. То есть там тоже этот же сюжет, по сути. Манкуртизм в протяжении всей истории человечества. Каин и Авель тоже. Каин забыл своего, по сути, так скажем, отца, ну, бога, да, и убил своего брата. Поэтому сюжет существует с момента строения мира, так скажем, это сюжет существует. Человека, который забыл вообще откуда он. Кто его мать, кто его отец, где его родина. Ну, а земля родная и родина она питает? Меня? Ну, или вообще, ну, конечно, питает. Ну, не знаю. Кого-то не питает, кого-то питает. Меня очень сильно, наверное, в принципе, вдохновение, основную часть для своей текста я беру именно отсюда, с родной земли. Вот в туре, там едешь куда-то, смотришь там на, там, просторы там, да, или на горы, или на Енисеи. Сразу, ух, такой заряд. Историю читаешь драматическую нашей страны, да и современную историю тоже. Ну, все вдохновляет. События все вдохновляют, люди вдохновляют. Короче, родная земля, она, конечно, вдохновляет. Мне просто интересно, потому что я просто забыл это спросить, но откуда в тебе, ну, ты 93-го года. Да, 93-го. Появился вот этот, так называемый, ну, называется консерватизм, прошу прощения. Иногда для некоторых людей это звучит. Я консервативный человек. Просто на Западе консерватизмом считается плохо быть, на Востоке консерватизмом считается хорошо быть. Что наоборот, быть консерватором на Востоке, это типа вообще лучший, это типа человек, который готов жить в обществе. А на Западе считается, что наоборот. Кто-то сказал, не помню, вот эта фраза, она приписывается много кому, и спорят, кто это говорил. Фраза сама в себе хорошая. Кто в юности не был либералом, у того нет сердца, кто, будучи зрелым человеком, не стал консерватором, у того нет разума. Поэтому, мне кажется, должен быть какой-то баланс, так скажем, поиска свободы, этого юношеского поиска свободы, юношеского максимализма, скажем, привязки к каким-то корням, к каким-то, так скажем, устоявшимся вещам. Ну, и я ищу этот баланс, и поэтому не могу сказать, что я на 100% консервативный человек, но процентов на 50, может, на 60. Мне интересно, потому что я как раз к чему и вел, что ты работал в плане Б, насколько я помню. Ой, да, давно. Это мое первое место работы. Нет, не первое. И ты работал там, и как вот молодой человек решает, что вот займусь историей, полюблю родину, полюблю русский язык, потому что в тот момент, ну, это тот период, когда все на английском, русские группы, русская группа, поющая на русском, это что это за птица такая, что это за зверь такой. Ну, я как раз попал вот на этот переломный момент, когда мы создавали группу, как раз закончилась, точнее, пошла уже на спад вот эта волна русской альтернативы, A1 уже перекупили рэперы, там, или что-то произошло, короче, он начал просто умирать. Наши любимые группы перестали ездить в большие туры, собирать там много народу. Короче, кризис, кризис русской музыки альтернативной. Пошла новая волна металлкор, крапкор, вот это все там, все это на английском языке. Я в этом чувствовал какое-то, что-то, короче, не то чувствовал. Мне хотелось в противоположную сторону поплыть, против течения, короче. А именно «Любовь к родине» привил, наверное, здесь мои родители большую роль сыграли. «Любовь к истории» привил мой учитель по истории Константин Петрович Кусмауль. Кусмауль, наверное. Не знаю, как-то так вышло. Как-то вот всегда я как-то любил родину и русский язык. Конечно, это все подогрело то, что я там где-то лет в 19-18 начал к вере приходить. Насколько велико влияние Ревятина на тебя? Я бы не сказал, что оно очень там какое-то прям большое, потому что я не настолько сильно углублялся в его там биографию. Мне нравятся его многие песни. Например, вот моя любимая песня, очень рекомендую, «Казак». Она там 7 или 8 минут идет, очень длинная. Мне она прям очень нравится. Это реально одна из моих любимых песен. Мне нравится она по драматургии, по исполнению, по словам. То есть там слова, там очень много архаизмов использованы. Из-за этого ты погружаешься максимально в эту песню. Я очень рекомендую ее послушать. Ну, у нее много хороших песен, но не так, что он там сильно повлиял на меня, там, как вот на личность. Наверное, скорее там музыкальный вкус в какой-то большой до степени повлиял. Повлиял вообще русский рок. У меня мама любила русский рок и показывала мне его. А отец больше любил зарубежный. Точнее как, нет, тоже он русский рок слушал. Например, мы ходили с ним на концерт группы «Автограф», где пел... Тогда я совсем маленький был, где пел «Беркут», который потом в Арии пел. А с ним мы познакомились с «Беркутом», кстати. Познакомились, когда мне было лет, наверное, 7. Мы поехали в Турцию в какой-то трехзвездочный отель. Еще тогда только это вот началось «Лэнклюзив», вот это все. Мы поехали, и там «Беркут» со своей женой отдыхал. И они с батей, с моим пели песни, там, поставили отель на уши. Точнее на меня повлиял вообще русский рок в целом. Ревякин в том числе. Ребенок, ребенок, человек, который рождается, у него есть четыре базовых страха. Страх темноты, одиночества, громких звуков и высоты. Что из этого у тебя сейчас осталось, и как ты с ними борешься? Темнота, одиночество. Громкие звуки. Громкие звуки, высота. В какой-то, наверное, здравой степени всего все это стрёмно. Ну, то есть, я там... Нет такого, что у меня там есть какая-то фобия, вот, относящаяся к этому. На уровне инстинкта самосохранения я боюсь всего этого. То есть, например, мне стрёмно, там, было бы оказаться, там, реально в темноте, в незнакомом месте, там, в замкнутом пространстве, ну, понимаешь, да, там, в гробу, там, я не знаю, в каком-нибудь, внезапно. Естественно, я бы испугался. Нет такого, что там, не боюсь темноты вообще. Но, там, ходить, там, спать с выключенным светом, как бы, я сплю с выключенным светом, да, это естественно. Когда, там, выключают свет ночью, там, да, там, надо куда-то пойти, там, ночью в лесу, ну, в принципе, это не стрёмно. Одиночество. Все боятся одиночества, мне кажется. Ну, хотя нет, есть люди, которые любят быть одинокими, но я не очень бы хотел быть одиноким. Вот так, глобально. Иногда хочется побыть одному, но это, опять же, это всё в разумных пределах. Громкие звуки, смотря какие громкие. Ну, я тут как-то слышал, так скажем, прилёт снарядов. Ну, это звучит стрёмно. Это страшно реально. И это все боятся. Даже кто к ним, как бы, вроде должен был бы привыкнуть. Нет людей, которые этого не боятся. Поэтому в здравой степени, да. Но, там, как музыкант, у меня севший слух. В плане, там, что я тихо достаточно слышу, потому что у меня, ну, громко, там, барабаны, там, все время играют, да, там, громко, там, колонки. И не боюсь, мне несложно там переносить тяжёлые звуки, громкие. И что там ещё было последнее, четвёртое? Высота. Высота. Тоже в здравой степени я, у меня вот бабушка, скалолазка, она до сих пор там ходит на соревнования. Ей там уже, так скажем, за 70 лет. Она ездит на соревнования, вот, она ездила в этот, в прошлом году, по-моему, в Судак, Крым. И там она то ли победила, то ли, ну, то есть, она, ну, реально практикующий скалолаз, у неё куча медалей. Естественно, когда я приезжаю к ней, там, в Красноярск, мы с ней ходим на столбы, спокойно абсолютно я лажу по скалам, ну, как бы, не боюсь. Но при этом, если, например, мне, там, подняться на какую-нибудь, там, вышку, да, там, ну, естественно, у меня, я буду испытывать страх. Или, там, пройти по какой-нибудь, там, тонкой, там, дощечке над высотой, ну, я там не смогу. Поэтому в здравой степени всего этого боюсь, в здравой степени ничего из этого не боюсь. Твой любимый пейзаж в Красноярске? Ой, пейзаж, ну, конечно, с детства это вот забраться на первый столб. Столбы, для тех, кто не знает, это заповедник в Красноярске, где скалы, они вырастают, ну, выросли таким, столбами, короче. Высокие скалы, ты забираешься на них и видишь тайгу, такую вот тайгу, енисей, другие столбы, тоже видны скалы. Ну, в общем, столбы, это самый крутой пейзаж. Ну, и мана, конечно, это горная река там течет, очень красивая. Если сплавляться по мане, там такие отвисные скалы. Нереально, вообще нереально, очень круто. Рекомендую всем локальный туризм. Конечно, но всем надо в Красноярск. Нет, а, кстати, Красноярск занимает первое место по количеству ресторанов на душу населения в России. Там очень круто сделали вообще сам город, он очень красивый. Его сделали, знаешь, как будто Собянин туда приехал, его сделал. Ну, реально, там офигенные дорожки, там парковая зона, то есть заповедники все, они там все устроены очень круто. Там парковки, кофе, лесенки, там все, ну, прям такое вот, с душой сделанное, очень качественно. Прям туристическое место, очень крутое. Держимся немножко, я просто буду раскидывать вопросы по альбому, по выходящему. Давай, давай, конечно. Чтобы внутри интервью рисовать в полный портрет. Мне понравился этот подход, однажды сделал. Да вообще. Не хочу отказываться. Поэтому, ребята, тут будет тайм-код, где есть только про альбом. Хорошо, хорошо. Ну, ты автор, ты имеешь право это делать. Ну, к сожалению, это забывают. Ну, их право, конечно. Ну, да. Как ты вдохновлялся, потому что, ну, Манкурс, это не самое, знаешь, как это. Ты говоришь, что это, типа, древний сюжет. Сюжет, ну, да. Но он настолько незнаком, потому что я некоторым говорил, ну, вот, Манкурс, чего это же вообще-то. Иван, не помню, еще родства. То же самое. Как я к этому пришел, ты мне спрашиваешь? Ну, как появилась вот идея, что ты хочешь мне высказывать, вот в этой степени сделать? Что тебя вдохновляло? Слушай, я прочитал эту легенду и фильм посмотрел. Давно еще. Прочитал легенду, мне просто понравилось. Я даже, это было еще, по-моему, до ковида даже это было. Я там пост какой-то в Инстаграм по этому поводу сделал. Ну, вообще, Манкурт, Манкуртизм, так скажем, особенно вот с 90-х начиная, это очень актуальная проблема для России, на мой взгляд. Вообще, для всего постсоветского пространства, особенно у молодежи. И, ну, как-то мне эта тема зацепила. Я ее у себя в голове, как бы, это зернышко у меня посеялось. Мы сделали альбом, вот, собственно, Исход. И начали делать следующий альбом. И вот врисовывался какой-то, как это сказать-то, истерн по музыке. То есть что-то, как бы, вроде как ковбойское, но с таким восточным привкусом. То есть, ну, не вестерн, а истерн получился. Я прочитал роман Чингиза Этматова «Дольше века длится день». Очень сильно мне понравился, рекомендую. Кстати, его повествование примерно такое же, как твое интервью. То есть там тоже нестандартно для нашего мышления. Мы привыкли к таким шаблонам, вот этим голливудским. Даже русское кино современное, не советское, а современное, оно тоже по голливудским шаблонам делается. Вот эти все сценарии, это таким, так скажем, по заготовкам, рыбам таким. И это не вписывается ни в какой из этих шаблонов. То есть вот это интересно, что там такая интересная подача, очень интересная схема повествования. И я прочитал первоисточник. И мы с ребятами договорились, что будет альбом называться «Так». Там будет сюжет. Я постараюсь не сильно не проспойлерить, но в романе там, грубо говоря, там много разных сюжетов. Их связывает. Они все происходят в разное время. То есть что-то происходит в эпоху переселения народов, что-то там с Чингисханом происходит, что-то в современности, что-то в 70-е годы. То есть разные отрезки. Но все это, и это разные совершенно люди, но все это привязано к одному месту. Одному месту, собственно, из легенды, где была. И легенда сама, как центрообразующая такая вот вещь, где, собственно, манкурты были. Все это привязано к этому месту. И в каждом этом сюжете есть свой, как бы, манкурт. Своя тема манкуртизма в каждом из этих сюжетов раскрывается. И мы решили добавить такой, как называется, приквел. Сиквел, приквел. Короче, к роману из вот этих сюжетов добавили еще один, свой сюжет, который тоже привязан к этому месту, но происходит в другое время, в будущем. Это постапокалипсис. В интервью с Андреем вы говорили о том, что многие люди, ну и наши тоже с тобой ровесники, мне показалось это немножко странным, надуманным, но я зацепился за этот вопрос, что не знают своей истории государства своего российского. Но я заметил сейчас другую вещь, что мы достижение своей страны будто бы, как будто бы, знаешь, ну вообще. Ну то есть, если раньше ты включал новости, вот если смотреть новости в 70-е, да, 30 тонн посевной были сданы, там пятилетка перевыполнена, там человек полетел в космос, вот наше достижение, то теперь как будто бы ты включаешь новость, и ты вообще не знаешь, а что у нас там, а как, а что мы сделали, какое там стекло, которое у нас делают, у нас делают линзу для лазера, которую только у нас делают. И весь мир у нас ее закупает. Ну типа условно это вот, то есть достижение нашей страны, как будто бы их, знаешь, не существует. Ну вопрос к тем, кто занимается информационной политикой, молодежной политикой в нашей стране. Ну, скажем так, она очевидно не переживает не самые лучшие свои времена, и есть еще шанс что-то исправить с этим, наверное. Пусть люди работают, делают свое дело правильно, пусть не моют бабки, пусть занимаются реально работой. Потому что мне кажется, что молодежная политика, то, о чем мы с тобой сегодня говорили, еще не в рамках интервью, в стране в какой-то момент была провалена, ну понятно, у нас были большие потрясения и все такое, и информационная политика тоже была провалена, так скажем, с точки зрения государственности. И мне кажется, сейчас самое время эти провалы наверстывать. Мне кажется, у этих людей карт-бланш. Если раньше там, понятно, были другие люди, они там, ну люди работали, зарабатывали, так скажем, мне кажется. Были, конечно, наверное, государственные, так скажем, деятели, кто мыслил не деньгами, а именно государственными интересами. Но мне кажется, там для 90-х, для нулевых характерно именно вот это, что в момент кризиса люди приходили и отрывали куски от пирога, так скажем. Конечно, поэтому никто о государственных интересах особо не думал, очень мало людей об этом думали. Сейчас же, ну, вектор разворачивается, и есть все возможности реально дан карт-бланш на то, чтобы все это восстанавливать и исправлять ошибки прошлого, когда это все было провалено. Это, кстати, было провалено еще, на самом деле, даже не в 90-е, мне кажется, 80-е. Когда уже система прогнила, а еще до сих пор продолжали впихивать вот эти вот все заветы Ленина, вот это и так далее, понимаешь, да? Уже, ну, как вот мне отец рассказывал, они 80-е уже просто смеялись над этим. Просто уже было смешно. Все понимали, что все уже вздохло, а продолжают до сих пор это все впихивать. Поэтому еще тогда этот кризис начался, но сейчас есть шансы из него выйти. Флаг в руки, как говорится. Сколько эгоизма в том, чтобы выходить перед людьми и делать свое высказывание, и выступать перед ними? Сколько эгоизма? Да. Мне кажется, что когда человек реально несет что-то... Смотря что ты говоришь, если ты этим самым обманываешь людей, вводишь их в заблуждение или делаешь что-то не очень хорошее, например, да? Если ты там какой-нибудь шарлатан, так скажем, и реальность париваешь какую-нибудь херню, то, конечно, эгоизма в этом 100%, на мой взгляд. Эгоизма там много. А если ты, например, реально врачуешь людей своими действиями, да, там, я не знаю, ты там какой-нибудь проповедник, допустим, или музыкант, который, например, играет для публики, который в этом нуждается, и действительно ты этим самым людей там подбадриваешь, лечишь, врачуешь души, то, мне кажется, в этом меньше эгоизма, конечно. Есть артисты, которые, я знаю таких лично, кто с огромной самоотдачей занимается своим делом, хотя им уже на самом деле пора отдыхать. Ну, не то, что пора отдыхать. Они могли бы себе позволить этим не заниматься, но они занимаются этим, потому что они нужны людям, потому что людям так легче. Они помогают людям. Я думаю, что здесь как раз эгоизма нет. Скорее наоборот. Поэтому все зависит от ситуации. А какой-нибудь рэпирог, который чиксы, баксы и все такое, просто зарабатывает бабло на, так скажем, пороках людских. Ну, там только эгоизм, больше ничего, на мой взгляд. Тогда в этом контексте, а что ты сам от себя ожидал? Мне бы очень хотелось, и я об этом, так скажем, периодически и молюсь об этом, чтобы от тщеславия, что если будет успех у коллектива какой-то серьезный, чтобы тщеславие не вскружило голову, чтобы остаться человеком, хорошим человеком, так скажем, и не пойти по головам, продолжать делать действительно что-то важное и хорошее, не поддаваться этому соблазну. Мне бы очень хотелось верить, что так и получается. Ну, видишь, мне проще. Я пока не очень популярный артист. У меня нет каких-то огромных контрактов и так далее. Нет миллионных доходов в квартал, чтобы реально окрылиться, так скажем, почувствовать себя небожителем каким-то. У меня такого нет. Я как бы все еще андерграундный артист. Наш коллектив все еще находится как бы на стадии подземелья. Поэтому нам проще. Мы это делаем уж точно не из эгоизма. Ты говорил в интервью с Андреем, что все еще приходится работать? Конечно. Вот, по-моему, Рос Робинсон говорил, если я не ошибаюсь. Его спросили, вот я хочу заниматься музыкой, серьезно. Мне надо бросать работу для этого и заниматься только музыкой? Он ответил, нет. Наоборот, работай больше и вкладывай, вкладывай, вкладывай музыку. Ну, есть как бы и другое мнение, да, есть и другой подход. Но вот, к сожалению, на данный момент только этот подход возможен, по крайней мере, в нашем случае. Потому что все стоит денег. Реклама стоит денег. Клипы стоят денег. Альбомы стоят денег. Почему не маленьких? За это все надо платить. Коллектив сейчас мог бы выйти на самоокупаемость. Но это было бы падение в качестве, во-первых. Во-вторых, это бы лишило нас возможности вообще каких-либо новых творческих идей. Мы бы не смогли многие вещи делать, которые мы сейчас делаем. Не смогли бы экспериментировать. А дорогая цена платы за вот это? Не в плане финансовый, да? Какую цену приходит? Потому что, ну, семья же у тебя. Да. Плюс. Сколько творчества забирает у тебя? Очень много времени у меня занимает и работа, и творчество. Нет времени вообще ни на что. То есть я, по сути, работаю на двух работах. Плюс Ермак. При этом при всем у меня есть, самое важное, это семья. И, к сожалению, не получается уделять столько времени, сколько хотелось бы. Хотя моя работа позволяет мне работать дома. Поэтому это плюс. То есть я вроде как, конечно, и работаю, но я все равно дома. А поэтому там по чуть-чуть, по чуть-чуть я уделяю время своей семье. Что ты думаешь на тему нынешнего морального облика общества? Ну, вот в частности, сейчас вот вседозвольность, похоть, погоня людей. Ну, знаешь, много эмоций получать, и легких эмоций получать. И люди не занимаются, вот как мы с Афоршорской говорили, про аскезу, про самоограничение, про самопожертвование. Сложно ли строить крепкую семью и здоровые отношения сейчас к современному человеку? Какой ты сейчас являешься? Мне кажется, очень сложно сейчас строить крепкую семью. Вообще быть приличным человеком сейчас сложно. Потому что концепция современная, она воспитание, так скажем, концепция воспитания вообще молодежи, она основана на том, что ты должен кайфовать. Бери от жизни все. Если раньше, в советское время, человек воспитывался так, что он живет ради общества, то сейчас же наоборот. Общество как будто все так, как будто общество ради человека. Типа, вы мне все должны, я тут, как это, мамина снежинка уникальная, понимаешь? Все вокруг меня давайте пляшите. И самое страшное, что так многие мужчины тоже думают. Ладно, девочки, это еще хрен с ним. Но когда так мужики, которые там в 30 лет думают, они пойти ли мне на работу, они слехать ли мне от родителей, они завести ли мне семью, ну как бы, не знаю, или там 40 лет. Это странно, это тяжело. И даже людям, которые хотят, например, завести семью, да, вот мужик, допустим, хочет там 25 лет, например, хочет завести семью. Но ему, чтобы завести семью, нужен вообще-то второй человек для этого. А у женщин подобная ситуация. Они тоже воспитываются сейчас в парадигме такой, что много детей, это неудобно. Что вообще там, не знаю, зачем нужен постоянный какой-то муж, партнер, если можно иметь там много разных мужиков. Поэтому, конечно, и вообще это не главное. Вообще главное зарабатывать бабло, понимаешь? Главное реализовать себя и доказать всем на свете, что ты там женщина, можешь всем вообще мужикам всех за поезд заткнуть. И, конечно, в такой ситуации, когда все так воспитываются уже не первое десятилетие, в такой концепции, да, то, конечно, найти того, кто думает так же, как и ты, очень сложно. Я свою жену искал год, так скажем, жил в этой же парадигме, берет жизни все, тусовался там. А потом как-то мне что-то стрельнуло в голову, я подумал, ну все, хватит. И взял, так скажем, строгий пост в этом смысле. И на год завязал вообще со всем-всем-всем, девушками, со всем, короче. Прошел вот год или чуть больше, и я встретил свою жену, Катю. И вот мы 10 лет в этом году будет к нашему браку. Но это был тяжелый путь, это было сложно. Слава богу, я нашел человека, который готов был жениться, выходить замуж, точнее, через 3 месяца, что ли, после знакомства. Или через 4. Ну вот. Ты еще такую попробуй найди, которая не покрутит у тебя у виска. Вот так не скажешь, ты что, дружок, мы с тобой только познакомились. Какой замуж? Мы и венчались сразу, и прекрасно живем 10 лет, дочку воспитываем. Поэтому, да, очень сложно. Я, конечно, странный сейчас пример приведу, но это внутри интервью. Я понимаю, о чем ты говоришь, но я должен спросить. Конечно, конечно. Драматургия. Да, да, да. Если долго не пить воды и ползти по пустыне, то когда тебе дадут воду в течение, например, условного года, как ты говоришь, тебе покажется, что это самая вкусная вода. Конечно. Где вот, у меня вот вопрос у тебя, где вот ответ для тебя был, что вот, Катя, это не самая вкусная вода, потому что ты не пил год. Мне кажется, что просто для того, чтобы начать чувствовать вкус еды, там, воды, да, нужно действительно какое-то время воздержаться, да, потому что можно бесконечно жрать все подряд, забивать там свои там рецепторы, желудок, и да, ты действительно перестанешь ценить нечто, ну, действительно сокровенное, нечто действительно стоящее. Такое очищение, на мой взгляд, необходимо. Необходимо такое воздержание перед тем, как действительно выбрать. Потому что если постоянно пребывать вот в этой вот гонке, да, все время вот этот вот режим самца, то никакую ты жену себе нормально не найдешь, потому что, ну, я так думаю, достойная девушка, которая ценит себя, она просто не подойдет к тебе. Не захочет с тобой даже общаться, если ты в режиме самца вот в этом находишься постоянно. В тот момент, когда, собственно, искал жену, Катя была не первая там попавшаяся просто кто-то. Это был, скажем, именно поиск длительный, я встречался с разными девушками, разговаривал с ними. Мы там ходили на свидания без всяких там пошлостей, просто ходили на свидания. Я выбирал, чувствовал, так вот, слушал, о чем говорит, о чем мечтает, хочет детей, не хочет детей, тоже важно. Собеседование проходили, так скажем. Катя собеседование прошла, и я у нее, видимо, тоже прошел. Катя была настроена, мы сразу об этом поговорили, я понял, что человек настроен на серьезные отношения, хочет детей. Для меня это важно. А был ли момент, вот, с момента, как ты вот решил стать верующим человеком, да, ну, про это пел Саграду, что часто в момент отчаяния мы Господа оставляем, Он нас не оставляет, мы Его оставляем. Были ли у тебя такие моменты? Постоянно происходит. Ну, как бы, духовный путь, это путь падения, и ты падаешь, встаешь, падаешь, встаешь, по-другому никак. Это все так, и монахи тоже. Ну, может быть, только святые так не делают, этого не знаю. Да, конечно, всегда есть падение, всегда есть. Что такое, когда мы оставляем Бога? Это маловерие, да, мы забываем о Боге. Ну, вот, я, бывает, конечно, забываю, бывает. Как и любой человек, потом вспоминаем. Это, понимаешь, тут нельзя достичь чего-то там, уже там, дойти до финала, скажем, до финиша. Тут постоянная борьба, лествица. Постоянно по ней идешь. Идешь, спотыкаешься, падаешь, идешь, спотыкаешься, падаешь. То есть, по сути, ты можешь отдаться на месте? Можешь. Ну, тут сердцем трудиться надо. Чем больше трудишься, тем дальше можешь зайти. Путь искупления. Ну, да, конечно. Да, ну, это мы в прошлом раз говорили про спасение, я как раз тогда тебя не очень понимал. То есть, ты хочешь прожить жизнь, чтобы спасти душу? Да. В этом и смысл. Ну, как я это понимаю, по крайней мере. Смысл нашей жизни в том, чтобы душу спасти твою. И уйти в жизнь вечную. Но для этого есть определенные критерии, так скажем, которым надо соответствовать. Чтобы им соответствовать, нужно вести духовную работу, которая заключается в том, что ты идешь, падаешь, идешь, падаешь. Это все. Работа. Не знаю, ну, как в любом спорте. Ну, это, конечно, странно такие вещи со спортом сравнивать. Но как вот невозможно заниматься каким-то спортом и не ошибаться. Но ты через эти ошибки или любым делом вообще занимаешься, ты ремеслом каким-то. Я не знаю, вот, допустим, работай по дереву. Вот Христос плотником был. Ты там что-то делаешь, у тебя там что-то получается, а что-то не получается. Ты потом раз на своих ошибках учишься и совершенствуешь, совершенствуешь свои навыки, так скажем. Не продолжая при этом ошибаться. И каждый раз исправляя, исправляя, исправляя свои ошибки. Но для этого нужно трудиться. Тут так же и в духовной жизни, как мне кажется. Я не знаю, я обычный человек, я же не монах, не священник, я не могу сидеть и проповедовать, я права такого не имею. Но это просто исключительно мой взгляд на это. Может быть, я не прав. Ну, я тебя каждый раз, второй раз, каждый раз, каждый раз, когда зову за мнением человека, чтобы он свое высказал мнение. Ну да, ну просто я к тому, чтобы не было такого, что кто тут сел, проповедует. Как вот не поддаваться страстям, как вот демоны, которые, знаешь, они же шепчут, они же сидят вот у тебя на крещах, например, и такой, Флад, 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 давай. Ну и до понятия не имею, как не поддаваться, молиться. Ну вот я только так знаю. Конечно. Музыка, это же, ну, для некоторых же считается, что религия, в религии считается, что музыка, это человек отправляется в транс, а это уже лукавое. Ну, кто так считает? Ну, кто-то, может, отдельные там какие-то товарищи так и считают. Я вот с ним не согласен, и не все священники с ним согласны. Я вот, например, на альбом «Манкурт» получил благословение вообще от Андрея Ткачева, весь такой священник. Ну, многие его знают, очень-очень известный. Я ему рассказал идею он благословил на написание хороших, хорошей музыки и песен и слов. Поэтому далеко не все так считают. Мой ученик у меня в храме, отец Павел, сказал, что музыкант спасается через патриотизм. Ну, это вот он, единственная фраза, которую он мне на этот счет сказал, как я ее понял, что смысл именно в том, что можно петь, как бы, там, «Любовь-морковь», понимаешь, да? Или там о всяких, опять же, страстях, спекулировать на страстях человеческих. И это, конечно, не ведет ни к спасению, ни тебя, ни твоих слушателей. А можно через, так скажем, любовь к родине все-таки найти действительно достойное применение в духовном смысле своей музыки и способствовать спасению и публики своей, и себя в том числе. Вы сейчас работаете с мужчиной, который работал с Саосином? А, да. Мы сейчас вот альбом делаем с Джереми Гриффит. Вот недавно был юбилей альбома Нормоджин. 10 лет, который он делал. По-моему, первый альбом, который он сделал с ними. Или нет, или второй. Короче, он делает, да, уже 10 лет делает Нормоджин, сводит Андерод и Саосин. И кого-то там еще, ну много кого. Вы так и не смогли поучаствовать в Звукореже в России? Нет, мы делали предыдущий релиз с Артемом Щербаковым прекрасный, мне очень понравился. Собственно, Джереми услышал через наших общих знакомых, там, услышал сведение Артема Щербакова и сказал, что звучит просто отвал башки, очень круто, и предложил поработать вместе. Он похвалил и сведение, и материал, вот, ехидну он услышал. Мы решили попробовать. Артем прекрасно сводит. Он просто сейчас уехал, поэтому с ним немножко сложно, потому что он занимался и записью, и сведением все вместе. А сейчас он не в Москве, поэтому, ну, просто осложнено. Поэтому мы записались у Илюхи Марвела на Детейщий студию и свелись у Джереми. Решили попробовать. И как вам этот опыт? Мне в целом очень понравилось. Мне не хватило, конечно, живых сессий, и я бы, наверное, к нему даже туда прилетел. Он там живет где-то, как этот штат, где Майами. Он там живет, и я бы к нему прилетел. У меня, во-первых, загранник закончился, во-вторых, вообще там сложности есть сейчас с получением американской визы. Так было бы мне, конечно, интересно к нему туда слетать и с ним хотя бы на сведении просто посидеть. Учитывая стоимость альбома, которая вышла именно по сведению, там была бы маленькая часть этого. Вот этот перелет туда-сюда, это бы ничего особо не стоило. Дорого у них, конечно, дорого. Как один мой товарищ говорит, что если каждый вложенный доллар показывает тебе, на что потрачены деньги, то есть если ты вот результатом готов, ну, потраченный деньгами доволен, ну, то есть тот результат, который ты получил, значит, каждый вложенный доллар стоит иметь свою ценность. Ты доволен вот этим результатом? Я пока не знаю, потому что альбом не вышел. Пограничное какое-то такое состояние в этом смысле, восприятие всего этого. То, с одной стороны, мне кажется, что мы сделали реально очень мощный, крутой альбом, и там нет проходных песен, на мой взгляд. Все песни крутые. И особенно было тяжело выстраивать песни по порядку, потому что, например, последняя песня, это вообще моя любимая песня, песня «Эпилог» будет называться. Дай бог мы на нее клип снимем, я очень на это надеюсь. И, с одной стороны, мне кажется, что это очень мощная работа, с другой стороны, мне кажется, что люди не поймут. И я боюсь этого. И вот оно как бы, как оно в итоге выйдет, я не понимаю. Не понимаю, потому что на синглы реакция неоднозначная. Кому-то очень нравится, кто-то там в восторге, кому-то не нравится. Ну, это так всегда. Ну, работа, как вот пост-хардкор-опера, это так масштабное что-то, сюжет, это все достаточно сложная, сложная большая форма, которая сейчас при нашем фрагментарном мышлении, современном, ну, не нашим с тобой, а вообще вот сейчас у людей фрагментарное мышление. Вот эти все сторисы, тик-токи и так далее, да, там способствуют тому, что там в песне должен быть один там короткий панч какой-то. Ты его заключил, там сразу какая-нибудь там херня, да-да-да-да-да-паум, там врыв какой-нибудь, какой-то акцент сразу, какой-нибудь цепляющая фраза. 15-30 секунд, это вот все, что нужно от песни. Бывают даже песни популярные там минута-полторы, этого достаточно. А здесь у нас есть песни почти семь минут. Вот большое как бы полотно реально. Насколько это будет съедобно для современной публики, я не знаю. Есть опасения, что не зайдет. Посмотрим, как выйдет. Ну, я вообще вот так вот недавно, кстати, углубился в историю песниров. Они тоже чем дальше, тем больше они там отказывались от всяких своих нетленочек типа Вологды, которые весь Союз любил. И все делали они, оказывается, две рок-оперы сделали, или три даже. И все больше уходили в какой-то прогрессив, да, в какой-то арт-рок, и большие формы, все очень сложное. И постепенно про них начали забывать все. И мне кажется, что все-таки большие концептуальные альбомы это круто. Вот Стена, Пинк Флойд, да, это все очень здорово. Надо не забывать о том, что должны быть и просто песни. Просто хорошие песни, которые вот одни отдельно, сами по себе, классно существуют. Мы с чуваками по этому поводу общались, с моими, да, и я так для себя тоже решил, что, наверное, мы будем стараться этот баланс между концептуальностью и песенностью соблюдать. Может быть, будет один релиз концептуальный там или прям с фокусом вообще там на концепцию, а второй там следующий релиз попроще, где будут именно бойкие песни там исключительно, да, там и поменьше будет концепции, а потом опять там концептуальный. Может, еще как-то, может, синглами будем делать. Будем, короче, работать в этом направлении, чтобы сильно не уходить в большие формы, точнее, не ограничиваться только большими неподъемными формами. Сложно вставлять на концертах? А, ну да, да. Не, у нас там есть отдельные песни, но все равно они, так или иначе, они, поскольку фокус на концептуальность, они привязаны друг к другу. Как это вот, ты же вот теперь у тебя фиты, считай, или как-то соучастие, сотрудничество? Да, да, да. Выберем любое вот это. Вот с Лисом Афинаш? Да. Кто там еще, наверное, будет? Нет. Все? Да. Ну, Лиза Киселева, которая, супруга нашего гитариста, она поет в двух там песнях. Но она уже как часть коллектива, считай, она много где поет. Вот мне интересно, как это впускать? Или они пели твои вещи, которые ты написал, или они добавляли свои? Я текст написал сам сперва, и партию более-менее написал. Потом мы встретились в Питере на студии у Антона, на реп-точке у них. Они мне любезно пустили меня туда. Я приехал там на неделю в Питер, и мы, собственно, мы там и записывали все это время. И Мишу записали там, и Антона отдельно записали. Я туда привез свой там микрофон, свой комп, все там поставил, организовал. Миша ничего особенно по тексту не менял. То есть ему все как бы зашло. Но я был спокойно к этому, то есть я был готов, что он все поменяет. Ну, просто вот Миша понравилось, что я написал, и все. Партия ему тоже понравилась, но он немножечко переделал под себя. Но в целом как бы суть сохранилась. Но он еще ее по-актерски круто отыграл. То есть я там ее больше спел, меньше было актерской игры. Он еще по-актерски отыграл прям шикарно. Молодец. Миша прям крутой. А Антон переделывал текст. Мы вместе даже сидели там его переделывали. Он там что-то подправил, потом я что-то подправил. Опять он что-то подправил. Уж не помню там как было, но у него немножко другая история. Он рассказчик, и там помимо песни, которая вышла, где он именно прям поет, там все остальное это просто текст, декламация. Он просто рассказывает историю. И поэтому под его стиль повествования он под себя уже переделал текст, акценты чуть по-другому расставил. Ну, то есть он углубил свой вопрос тоже так же, как и М. М как бы свое привнес через немножечко изменение партий и актерскую игру, а Антон еще и как бы через изменение текста. Там у него как таковых нот нет, но он поменял немножечко текст и подачу. Поэтому нет, они не пришли на чисто все готовое. Была база, и потом они доработали уже. Не, мне было просто как раз интересно, насколько ты впускаешь людей в свое творчество. Впускаю. Вообще без проблем. Главное, чтобы оно не портило. Ну, то есть, если бы там было что-то... Мы взрослые люди, мы договорились. Кто-то что-то предложил, не знаю, Миша тот же предложил, давай так спою. Я говорю, ну, давай что-нибудь еще поищем. Поискали, получилось круче. Поэтому нормальный рабочий процесс. Как ты будешь сейчас с линией? Ой, это самое сложное. Ну, в голове у меня есть какая-то установка, что если я буду лениться, у меня есть какая-то цель, большая цель, я понимаю, что я в голове держу, что вот, если я сейчас буду позволять себе лениться и откладывать там минутные дела на потом, буду там лишний раз там валяться там в кровати вместо того, чтобы реально работать, то у меня ничего не выйдет. То есть, надо все время хреначить. Работать, 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 работать. Много-много работать. Тогда все получится. Твоя поездка на Донбасс. Расскажи, почему ты туда поехал? Бабушку проведать. Бабушку? Во время войны. Ну да, она там живет, тетя Люся. Ну, у меня полсемьи оттуда. У меня там, так скажем, родовое гнездо. Вообще, там в Луганске, например, я ездил в Донецк, в Луганске, там вообще Шаминых полным-полно. Поехал. Первый раз за вот именно с 14-го года, с момента начала войны, с момента начала обстрелов, я туда поехал. Я до этого, до 14-го бывал там. Просто вот именно с начала войны, как бы, потому что они уехали, когда там обстрелы начались в 14-м, 15-м году, они оттуда уехали. Периодически туда просто ездили, но там прям стремно было. Даже я когда там был, там прям недалеко прилетел, я был на другом конце города, был прилет, прям вот где бабушка живет, прям очень близко. Так фигануло, что на другом конце города у меня затрелись стены и посыпалась штукатурка. Периодически там, когда созванивались с ней, там по скайпу, еще что-то там слышно, как прям снаряды падают. То есть они даже знали уже там на слух, что это конкретно падает. Это еще до вот того, как присоединили Донецк-Луганск к России, до февраля прошлого года. Это вот 14-й, 15-й год, 15-й, 16-й год. Тогда. Постоянно были прилеты и все такое. То есть я как бы знал, они там, ну и помню, как встречались, там плакала, что все, стреляют по мирнику. И в день, когда я приехал, там вообще летел снаряд в автобус с людьми, все умерли. Прямо около дома, где я жил, прямо на перекрестке там. А там для людей вся картина однозначно. Да, конечно, ты что? Там все знают, кто по кому стреляет. Даже так. Конечно. Ты что? Естественно. Ну, я задам этот вопрос, потому что, что ты знаешь, было мнение человека, который там был. Насколько люди хотели в Россию? Хотели, обижались, то, что нас, то, что нас, говорю, их не взяли. Конечно. Ждали с самого начала этого. Конечно. Слушай, да это все не беспочвенно. Начиналось-то это вообще все в Харькове. Харьков не смог, на Донецк особо никто не рассчитывал. Ну, просто смотришь, как танки катаются по городу, ну, врываются в сети, в кадре, вы можете найти в интернете, я не буду вставлять в интервью, когда там взрываются кондиционеры, так называемые. Для людей, по-моему, для многих людей это, конечно, что это, типа, российская пропаганда все вот это на хлопучем. Слушай, в месте, где я жил, было видно позиции, Авдеевку было видно, Авдеевка это, где ВСУ стоят. Видно, кто в кого стреляет из окна обычного жилого дома. Но это надо быть прям совсем дураком, чтобы думать, что это можно так людей обмануть. Там, чтобы ты понимал, там такие расстояния, то есть там вот место, где я жил, а я жил не в опасном районе города, есть опасные районы, где близко прямо, но вот от места, где я жил, на машине, я приходил туда, на своей машине, можно было доехать до позиции ВСУ ну минут за 15-20. Там, ну как бы, просто это видно невооруженным глазом, что и откуда летит. И все люди все там знают. Это же тоже не такой большой город, как Москва, там все друг друга знают, там люди развоюют на разных сторонах. Вот там есть там, например, знакомые, там, так скажем, что там отец на одной стороне, у него сын там на другой стороне. Как бы, что там кто-то сам в себя стреляет, ну это просто бред. Это все знают, что это бред. Но это здесь могут кто-то там особо там фантазирующие личности накурить с травы, там я не знаю, и выдумывать какую-то херню. Но для людей, кто там находится, все очевидно. Почему? Люди там остаются. А куда им идти? У них там дом, у них там семья, друзья. Почему они должны от этого отказываться? Пришли какие-то непонятные люди и хотят их убить. Если бы ко мне вот сюда пришли люди какие-то непонятные, сказали бы, мы хотим тебя и твою семью убить, так что уходи. Я бы не ушел. Я бы взял в руки оружие и отставил бы свой дом. Так и там люди это делают. Ну есть те, кто свалил, убежал. Но я тебе так скажу, там характер у людей такой, что они, ну они остаются в основном. Есть, конечно, те, кто сдрефили, так скажем, струсили, убежали. Но в основном люди остались. Очень много кто остался и отстаивает свою землю. Как продолжать верить после того, когда видишь вот эти вещи, которые творит человек? В кого? Во что верить? В Волга верить? Понимаешь, ну это сложный такой момент, мне кажется, для осознания. Вообще война, кровь, смерть, все это оружие в руках Господа. Он так, скажем, вразумляет нас. И смерть это не конец, в том-то и дело. Понимаешь, в этом и смысл, что вечная жизнь, она наступает не после того, как ты классно пожил, много поел, там много поспал, много женщин получил, там и так далее. А после того, как ты прожил достойно свою жизнь с духовной точки зрения. Она может быть очень короткая. Скажем так, если выбирать, ну вот для христианина по-хорошему, выбрать вариант, допустим, там, не знаю, лечь на гранату и защитить там мирных жителей, условно говоря, и отправиться пулей в рай. Понимаешь, сразу же. С этой гранаты сразу в рай. Или всю жизнь прожить, как бы, там, убежать куда-нибудь, там, не знаю, там, в какой-нибудь, там, в Казахстан сидеть, там, не знаю, бояться просто за то, что вот сейчас, вот сейчас еще чуть-чуть и твоя жизнь прервется, но выбирая между этими двумя вещами, христианин должен выбрать первый вариант по-хорошему, потому что он именно ведет к вечной жизни, а не второй вариант. Вообще, Господь не любит трусливых людей. Опять же, мое мнение, сейчас я знаю, там, много кто возбудится, начнут там ржать, хохотать, но это, опять же, это люди все воспитанные в парадигме того, что я, 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 все для меня, я и пуп земли, мамина снежинка, понимаешь, уникальная, инфантилы, так скажем, люди, которые вроде взрослые, а с разумом ребенка. В чем, странно, сейчас вопрос, разрешит, попробую уловить мою мысль, в чем красота Донбасса сейчас? Ну, в стойкости своей, ну, и в характере людей, в природе, природа там шикарная, то есть, вот эти степи с насаждениями вот этими зелеными, просто я там так въехал, там сразу стадо лошадей побежало просто, ну, то есть, вообще красота. Люди там, понимаешь, там вот, когда люди живут близко к смерти и уходят, так скажем, по одним улицам со смертью, да, то они перестают иметь второе дно, они говорят, как есть, что я очень люблю в людях, когда люди говорят, как есть. Если ты не нравишься, он тебе скажет, ты мне не нравишься. Если нравится, то он будет с тобой, понимаешь, обниматься. Как-то честнее, прямее все. Нет вот этого вот, второго дна, короче, нет. Мне это нравится. В этом и есть красота. В людях, короче, в людях. Один философ, он верующий, ты сейчас поймешь подстать, сказал, что чем виднее народ, тем он ближе к Богу. Ну, возможно, но на самом деле есть и богатые люди, кто, кому дается вот такое испытание, потому что богатство это испытание, на самом деле, для души, кто очень верующий. Просто Господь дает богатство тем, кто с ним может справиться. И испытывает так людей, способен им держать. Потому что когда у тебя много денег, это уже не твои деньги, по сути. Это деньги, ты не можешь просто взять и себе в карман положить. Ты обязан ими в какой-то степени делиться, то есть делать какие-то, опять же, благотворительности, какие-то социальные проекты и так далее. То есть вот особенно люди, у которых реально колоссальные деньги, но они не имеют, на самом деле, морального, духовного права их просто сложить у себя там где-то и там бесконечно на них покупать там яхты, самолеты и так далее. По духовным таким, скажем, правилам, они должны этими деньгами делиться со своим народом, с теми, кто в них больше всего нуждается. Их Господь наделил этой возможностью иметь такое количество денег. Но это не значит, что это твои деньги. Сегодня они у тебя есть, завтра у тебя их нет. А фраза «Господь не дает тебе испытаний, с которыми ты не можешь справиться?» Ну, наверное, так и есть. Я думаю, что да. Ну, не все просто справляются. Тоже вопрос. Вещь, мы же не запрограммированный там какая-то, не искусственный интеллект запрограммированный, который действует по определенным там правилам. У нас есть воля, и мы имеем выбор. Да, у каждого человека есть выбор. Он может справиться с испытанием, может его пройти, а может не справиться, потому что не захочет. Ну, задал вопрос из этого. Мой исходец. А вот люди Донбасса, дети Донбасса, матери Донбасса, живутые сестры Донбасса, заслужили вот это все? Почему с ними это происходит? Почему Господь, ну, это очевидно просто, почему Господь это допускает? Возможно, на их крови родится какое-то понимание того, что мы были неправы все это время, так скажем. Что мы глобально, как народ, я не говорю сейчас про там конкретно Россию, вообще вот, ну, постсоветский народ, что мы глобально выбрали не ту сторону и возможно на этой крови, которая, ну, они действительно принесли, они ни в чем не виноваты, но через них мы, надеюсь, что мы спасемся как-то, как народ. Они себя принесли в жертву, Христос тоже себя в жертву принес ради нас, и они так же принесли себя в жертву, но, конечно, они этого не заслужили. Я там, когда был, там ПВО работает постоянно, но очень громко, звучит как гром, ну, очень громкий гром, ну, постоянно днем там, вот, фигачит, и так вот было интересное ощущение, когда просто фигачит ПВО, ну, а там постоянно ПВО работает, потому что постоянно летят то беспилотники, то Хаймерсы, там еще что-то, ну, то есть постоянно что-то летит, то есть это видно там, каждый день видно, каждый день что-то падает, и падает по Мернику, они фигачат, самое, кстати, из любленных мест, это рынок, вот куда люди ходят, они все время херачат в рынок, просто вообще, там даже, ну, приходилось, ну, нет, товарищи там, кто, с кем я там был, говорят, вообще, вот, это прямо в центре города находится, типа, вот по этим улицам вообще лучше не ехать, потому что постоянно летит, и вот, интересное такое вот у меня было наблюдение, фигачит ПВО, прям, аж немножко это вздрагиваешь так, я захожу буквально в арку, дома, прямо вот тут же, и смотри, дети играют, и вообще внимания на это не обращают, то есть ноль внимания, у меня бы дочь уже там просто бы офигела от этого, убежала бы там куда-нибудь, испугалась, а им пофиг, ну, они родились при войне, понимаешь, они родились, 14 год, это сколько получается, это уже 8 лет прошло, подожди, 9, 9 лет, 9 лет прошло, то есть дети, которым сейчас там по 7-8 лет, они не видели ни войну, они жили все время в войне, все время по ним стреляли, поэтому, ну, они привыкли к этому просто, и все. Чем привыкать к такому? Ну, а какие варианты? Вариантов нет. Нет, поэтому люди уезжают. Ну, у кого-то есть, у кого-то нет. Ну, я понял. Кто-то же должен там жить, например, там вот семьи там пожарников, там, я не знаю, врачей, кто там работает, коммунальные службы, продуктовые магазины, там же, ну, живут люди, пенсионеры, вот, например, они вообще оттуда некуда уехать. У меня хотя бы бабушка есть, там, куда уехать у нее здесь родственники, мы там еще, ну, есть родственники в России, на материке, так скажем, многим некуда. Там жили, чтобы была медицинская помощь, чтобы, когда стреляют, там, расхриначивают станцию газовую, да, там, быстро это все перекрыть, там, заделать. Когда прилетает там снаряд в автобус, это должна приехать скорая, это тоже должны люди работать. У них есть семьи, они там живут. Тем, кто интересуется этим вопросом и думает, что там кто-то сам в себя стреляет, так далее, рекомендую просто туда съездить. Там легко можно сделать, берешь и едешь. Там есть хорошие отели, можно поехать и там недельку пожить, все поймете вообще. Что там люди чувствуют, что они думают? У меня появился новый вопрос, любимый. Давай. Поэтому я тебя спрошу. Я понимаю, что сейчас вот врыв для людей будет как будто врезка, но так задуманно. Поверьте мне, вы в конце все цените. К сожалению, формулировка, как всегда, у меня хромает, но как есть. Что для тебя твоя жена? Мой тыл, моя опора. Вторая половинка моя. Не могу уезжать без нее. Как вот кусочек, половинка сердца моего. У нее были моменты сомнений? Когда-нибудь, что Владушка, зачем тебе ермачок? Иногда она меня, конечно, подпиливает этим вопросом. Ну, потому что мы репетируем у меня дома. И она, конечно, меня подпиливает. Опять пришли, накурили тут там, кружки отчаяния помыли. Ну, так, ворчит. Это мелочи все. Нет, в целом, нету не такого, чтобы я там бросил группу и все такое. И она знает, что я это не сделаю. Потому что я без группы, это не я буду просто. Поэтому она, я думаю, что и не думает об этом. Да, я думаю, она сама была бы не рада. При всех там нюансах, да, что я там на группу и много времени трачу, и денег трачу много, и силы, там, и определенные неудобства доставляются. В тур уехал, там, репетиции два, там, два раза в неделю у нас у нас дома. Все равно, если бы я даже это бросил, возможно, и бы на какое-то время стало легче, но в целом она бы, я думаю, не обрадовалась. А состав фирмака сейчас, ну, вроде как, знаешь, будто бы изменения перестали происходить. Потому что когда мы с тобой разговаривали от вас, Грег ушел? Да, да, да. Сейчас рожьба у вас устаканилась. Да, 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 как раз тогда, да, Гриша ушел, пришел Леня, и вот с тех пор ничего не изменилось. Все остается по-прежнему. У нас сейчас я, Влад, гитарист, Вадим, гитарист, Дима, наш мистер-артист, который играет на всем подряд на клавишах, на гитаре, и супер-круто поет. Леня, Саня, Леня, барабанщик, Саня, басист, и вот Лиза Киселева, которая жена гитариста, Вадима Киселева, она, так скажем, в концертном нашем составе, и она и на записях тоже очень много помогает нам, записью вокала. Как кататься с таким составом? В автобусе, у меня автобус, восьмиместный, мы на нем ездим. Мы в Семиром, плюс звукорежиссер. Ну, просто, знаешь, для тех, кто не занимался менеджментом группы, то сделать переезд, транс, транш. Ну, короче, логистику выставить для перевозок группы из четырех человек достаточно сложно, потому что, типа, это купе, выгодно купать, еще что-то. Да. как вот с семерых возить? Ну, мы передвигаемся на нашем автобусе, поэтому нам проще в этом смысле. Мы сели в одну тачку и поехали. Мы так и до Сибири едем, то есть я сейчас там на автовозе отправляю ее в Красноярск, тачку мы все туда летим самолетом и обратным ходом едем до Москвы через города и играем концерт. Автовоз как? Ну, вот тачки ты видел, которые возят машины? я не имею в виду, что это настолько рентабельно. Конечно. На самом деле. Ну, я могу экономику рассказать, если интересно. Мне очень интересно. Смотри, автовоз стоит, ну, я там в несколько контор позвонил, 90 тысяч в одну сторону, Москва-Красноярска, это две мне сказали. Потом нашел одну за 60 тысяч, за 65. Чтобы ты понимал, бензин я трачу примерно 10 тысяч на тысячу километров, 10 тысяч рублей на тысячу километров, то есть 40 тысяч, ну, ехать туда 4-5 тысяч, если вот так по дорогам, километров, то есть примерно 40-50 тысяч. Это бензин. И автовоз 65, разница 15 тысяч, да? Но я за эти 5 тысяч километров буду ушатывать машину. Мне нужно делать ТО раз в 10 тысяч. ТО стоит около полтинника примерно сейчас, может больше. То есть это еще плюс 25, уже рентабельно. Плюс, ну, я не потрачу неделю на дорогу. Ну, туда ехать далеко, до Красноярска реально далеко ехать. Я спокойно отправляю ее, она там неделю эту едет, а я просто лечу к моменту ее приезда, перелетаю на самолете и все. Ну, это я первый раз так делал. В прошлый раз я сам ехал. Я взял жену и мы поехали в Красноярск через города всякие там. Мы поехали. Первая остановка была, ну, Москва-Казань был переезд. Два дня в Казани пожили, два дня в Екатеринбурге пожили, один день в Омске, прекрасный город Омск. Все его ругают. Омск, Омск, ужас какой. А на самом деле это все чепуха. Омск офигенный город. Очень красивый центр, ну, вообще классный город. Два дня в Новосибирске и Красноярск. Вот так за неделю страну посмотрели и и доехали. А какая сейчас самая восточная точка самая дальняя? Где мы были? Да. В Красноярск. Красноярск, да. Ну, там дальше тяжело, потому что там совсем большие расстояния для тачки. Это прям, вот то, о чем такая разговоришь, четверых проще, а нас со звукорежиссером восемь. То есть восьмером лететь на самолетах или ехать на поездах тупо дорого. Поэтому, к сожалению, пока у нас нет реально там колоссальных сборов таких, чтобы там приехать в какой-нибудь город-миллионник 500 человек, мы вряд ли сможем сильно дальше ездить, куда нельзя нам доехать на машине. Как будет там человек по 500 хотя бы, да, собираться в миллионниках, тогда я думаю, что мы сможем. Это будет рентабельно. А пока это как бы на уровне там, допустим, 150-200, ну, нет в этом смысла. Никакого. Хороший цифр. 150-200? Да. Ну, это в больших городах, в маленьких городах бывает. В Омске у нас вообще было человек 20. Но мне все говорили, что Омск это вообще дно, что там никто не придет, никто никогда ни на кого не ходит. И вот, что интересно, мы с Андрюхой сделали вот эту КНЦ штуку, сетка телеграм-каналов с концертами. И какие-то зашли, какие-то нет. Ну, там, типа, идея в том, что админ сидит и, так скажем, принимает заявки на размещение концертов. А народ это видит и смотрит, какие у них концерты идут в городе. И вот пришел Гош Сидоров, чувак, который просто, просто ходил на Ермак в Омске. Просто там написал мне что-то. Я его позвал в этот КНЦ, он сделал там паблик, так разрастил, у них там движуха, там 350 сейчас подписчиков у него, это многовато на самом деле, нормально. Активность там, какие-то стримы они проводят, на концерты там вместе ходят, какие-то у них там сходки, прочее, прочее. Короче, одного человека вот было достаточно, чтобы закрутить вот этот вот, запустить механизм. И вот сейчас поедем в Омск и посмотрим, сколько там будет теперь народу. Потому что нет канала в продвижении, инстаграм все, схлопнули, рекламу давать нельзя в инстаграме, остался один контакт. Вконтакте реклама это не панацея, нельзя донести до всех рекламу через ВК, к сожалению. Не все сидят вконтакте, во-первых, во-вторых, не всем далеко падает реклама там, потому что, чтобы на тебя упала реклама вконтакте, должен листать стену, листать новостную ленту точнее. Я вот ленту не листаю вконтакте. На меня никогда в жизни реклама вконтакте не попадет. Никак. И таких людей много. А при этом среди этих людей есть фанаты группы. Это вот мы в прошлом туре ехали и практически в каждом городе и не один раз, именно там по несколько человек в городе могло быть, увидели нас на улице, подходили, спрашивали, вы что здесь играть будете? Сказали, мы вообще-то вчера концерт здесь дали. А вы не знали? Нет. Вот так вот. Нет каналов продвижения. Мокальное радио. У нашего радио уже есть сетка. Они могут поддерживать. Да кто? Ну, радио, наше радио слушается, понимаешь, при всем уважении к нашему радио. У них определенная аудитория и она не в полной мере пересекается с нашей аудиторией. Где-то пересекается, конечно. Понимаешь, это разные аудитории, пересекаются они по принципу кругов эйлера. Ну, пересекаются здесь там общие и здесь там нет общих. Как-то вот так вот. Какая-то часть аудитории нашего радио, она слушает нас. Но все равно этого мало. Когда вот был Инстаграм, работал, запрещенный в Российской Федерации, там хотя бы можно было таргет настроить по интересам. Ну, как-то мог, короче, настроить. Так или иначе, как раз сторис в Инстаграме листали все практически. Сейчас уже этого никто особо не делает. Ну, мало кто делает. Много кто тупо ушел из Инстаграма. У меня там половина моих знакомых вообще не пользуются теперь Инстаграмом. И можно было реально там хорошо и качественно и эффективно таргетировать. Сейчас уже только контакт остался. А там другая система вообще. Там сторис не так работают немножко. Люди настолько сильно в них не погружены. Короче, сложно, сложно вообще теперь продвигать концерты. Ищем механизмы донесения информации до слушателей. Ну, вот, и поэтому мы решили, что будем делать телеграм-канал, сетку телеграм-каналов, которые вот по городам концерты. Ну, и где-то очень хорошо зашло, где-то не очень хорошо. На базе свои, которые вот каналы. У вас вырос продакшн. Да. И мне стало интересно, сколько сейчас стало сложнее реализовывать свои идеи. Или наоборот упростилось. Слушай, сейчас на базе этого продакшна видишь, он специализировался на музыке, на музыкальных клипах, на лайвах. Да, там конек в этом смысле был лайвы. Концерты там, да, или просто студийные лайвы. Сейчас я ушел вот так вот получилось, так надо в коммерцию. Просто снимаю конкретно у меня там большие клиенты и с ними работаем. И все, на постоянке. То есть я даже уже не беру маленькие какие-то заказы, потому что у них нет времени. Работаю уже много лет там с большим клиентом. И там еще работаю тоже там с другим большим клиентом. Ну, короче, разные большие клиенты, вот с ними работаем и все. А, ну, на базе этого продакшна мы Ермаку снимаем видосы. То есть коммерческая помогает жить творчеству? Да, в данной ситуации да. Я бы хотел, наверное, ну, скажем так, заняться чисто творчеством, если бы это было возможно. Но это пока что невозможно. Для этого надо, чтобы рок заново мейнстримом стал. Но он еще пока не мейнстрим. Мы все еще пока в подполье. А возможно ли такое, знаешь, в Швеции субсидии от государства? Да. Думаю, да. Ну, видишь, опять же, возвращаясь к молодежной политике, ну, запрос есть, но молодежная политика была провалена реально. Сейчас, как бы, эти дыры пытаются заткнуть тем же шаманом, там, вливая кучу бабла в одного артиста. Это как бы ширма. Она закрывает вот это вот огрехи прошлого, так скажем, да. Ну, то есть, это KPI, показатели. Нужно показать, что, ну, вот, у нас есть патриотичный артист, который там собирает много людей, очень популярный и все такое, но это всего лишь один артист, это не индустрия. Надо делать индустрию. Надо создать, как вот, это если сравнивать с музыкальной культурой, культура, это также агрономический термин, да, культура, как растение, да, там, не знаю, культура рапс, там, горох. Для того, чтобы у тебя культура росла, чтобы вот отдельно эти растения вырастали, нужно создавать условия, нужно вносить удобрения, создавать правильный, там, баланс, там, воды, там, кислотности, да, то есть, соблюдать это все. Нужно там, может быть, парник какой-то, поливать надо. Не брать и накачивать химией какой-нибудь один росточек, да, чтобы у тебя там, вот, огромный горох этот вырос, просто гигантских размеров, который съешь и умрешь просто от рака, потому что там куча химии, да, а создавать как бы нормальные условия, чтобы много-много-много растений вырастало. Культура, ее надо возделывать. Это большой, очень долгий, тяжелый труд. А накачать просто одну единицу какую-то, это легко. Бабла залил туда, и он вырос. Ну, только толку от этого нет, на самом деле, никакого. По итогу. Возможно, даже хуже станет. Вот я на самом деле считаю, что проект с шаманом, это, конечно, он в итоге в минус сыграет, на мой взгляд. Потому что, скажем так, в искренности его сомневаются все, кроме женщин 40+, мне так кажется. Кого я знаю, все или практически все, я не знаю его как человека, я говорю сейчас именно о творческой стороне, да, вот эти все, я не знаю, это его кожаный костюм вот с этой повязкой, типа как у Третьего Рейха, знаешь, тут флаг российский, но это же просто ужас какой-то, реально. Даже я просто видел эти мемы, просто как он там марширует под песни группы Калаврат. Просто, понимаешь, это же просто ужас какой-то. И это в итоге в минус сыграет, потому что молодые люди, на которых, казалось бы, это рассчитано, это же все молодежная политика, они от этого испытывают только отторжение. Это их только отторгает. И сразу у них тема патриотизма, тема любви к родине, она ассоциируется именно вот с этим, понимаешь? Что ты патриот? Что ты что, шаман? Как бы есть даже мем про меня видел. Что-то типа мой любимый вокалист Влад Шаман. Кто-то сделал. Я поржал, конечно. Но это ужас реально, чувак. Прямо-то прям отстой. Людям реально, кто за это отвечает, кто отвечает за молодежную политику, за развитие культуры, нужно реально создавать условия для развития молодежной музыкальной культуры. Нужно создавать СМИ, телеканалы, радио, фестивали, поддерживать артистов молодых. Не говорю сейчас конкретно про Ермака. Мы уже, не знаю, а может мы вообще не успеем это увидеть. Мы уже, нам 7 лет, мы уже скоро составим. Но вот так вот, если думать о будущем страны и культуры, то это надо делать. Без этого никуда. Иначе опять вновь заполонят всякие вот эти Моргенштерны. потому что у нас артисты становились популярными в интернете в основном, через интернет. А в интернете там, понимаешь, как дикий запад. Все без правил. Там нет никаких правил. И там становится популярным то, что чем хуже, тем лучше. Чем громче. Да не обязательно громче, чем похабней. Чем больше там мата, чем больше там сисек-писек, тем популярней. Странный вопрос сейчас будет, но для чего ты пришел в этот мир? И что останется после тебя в нем, в этом мире? Ну, кроме чего, как ребенок. Ну, для чего каждый человек приходит в мир? Наверное, для того, чтобы, во-первых, спасти свою душу, а во-вторых, ну, наверное, опять же, я не знаю, я не священник, не монах, тем более. Мне кажется, что чтобы спасти себя и своих близких. У каждого человека есть какое-то свое предназначение. Конкретно у меня, но в чем, не знаю. Я вижу свою миссию в том, что писать песни хорошие. Надеюсь, они получаются у меня хорошими. Они и останутся. Но если ты говоришь, не говорить про, там, понятно, ребенок, да, я хотел бы еще детей. Семья моя останется. Конечно, я хочу передать свой взгляд на жизнь, чтобы они, скажем так, поступали, слушали сердце свое, выросли хорошими людьми, так скажем. Что важнее, сердце или разум? Сердце. Разум бывают, люди с разумом, так скажем, не совсем дружащие, но при этом с чистым сердцем добрым. Юродивые, например. Это, конечно, важнее, сердце важнее. Я читал книжку Пелевина и нашел там цитату, если я тебе процедил, а ты на слух, как поймешь меня, как поймешь Пелевина, чтобы высказался. С возрастом я понял, что на самом деле слова прийти в себя означают прийти к другим, потому что именно эти другие с рождения объясняют тебе, какие усилия ты должен проделать над собой, чтобы принять угодную им форму. Чтобы принять угодную им форму? Да. Ну, наверное, это интересная мысль. То есть, типа, приди в себя, стань тем, кем мы хотим тебя видеть. Да. Ну, наверное, да, так и есть. Если тебя ведешь как-то не так, как не соответствует ожиданиям многих. Ну, у меня так тоже было, в принципе. Когда я там высказался насчет происходящих событий, тоже мне там начали. так скажем, поносить везде. Вот. Акстить. Всем вот этим людям, да, всем хочется, чтобы тот, чтобы никто из твоей вот этой толпы не выделялся, так скажем. Вот есть какая-то некоторая общность, да, если есть какой-то девиант, который отклоняется от общего поведения, конечно, им хочется, чтобы он вернулся к ним туда. Потому что он своим поведением их обличает, на самом деле. Зачастую так получается. Когда все, например, занимается какой-то херней, не знаю, я не знаю, допустим, возьмем там, все бухают, например, все бухают водку. И ты приходишь в компанию и, например, не пьешь. И тебе говорят, не пьют только предатели и пидорасы. Приди в себя. Вот. Бухни с нами. И если ты не будешь это делать, останешься на своем один-единственный, хотя соблазнов много, то им будет некомфортно, потому что ты своим поведением их обличаешь. Просто стоя рядом с ними и не выпивая, ты их обличаешь. Так во всем. Если ты единственный или почти единственный выступаешь против, например, наркотиков в своем окружении, тоже обличаешь. Если ты единственный или почти единственный выступаешь, допустим, любишь свою страну, так скажем, и не стесняешься об этом говорить, ты тоже вызываешь раздражение у людей, у которых принято. Но у нас мейнстрим, так скажем, страну свою не любить. Это не секрет, я думаю. По крайней мере, до недавнего времени так было. Ну, это было зашквар вообще. Что ты там? Патриот? Ну, кринж. Понимаешь? Вот. И когда ты о Боге говоришь открыто, тоже. О, блин, кринж какой. Тоже ты обличаешь людей просто. Тупо тем, что ты вот существуешь с такой позицией и не соглашаешься с ними. Поэтому, да, на самом деле, цитата хорошая, правильная. У Сартра, по-моему, была цитата в годы крайней. Коррупции, поступай, как все. Это у кого такая цитата была? Годы крайней коррупции, поступай, как все. Крайней коррупции? Да. Поступай, как все? Да. Ну, фиг знает. Вот с этой я не согласен. Мне кажется, наоборот, это, кстати, смысл альбома, в том числе, что это и как раз с песней «Эпилог», что ты даже если один среди толпы борешься за правду, ищешь правду, так скажем, то не бойся. Не бойся этого. Не бойся того, что ты один. Потому что рано или поздно упорство твое вознаградится. Не стоит бояться быть одному среди врагов. Но есть же фраза «бабангит» как раз. Быть зрячим в стране слепых некомфортно. Конечно, некомфортно. Но некомфортно. Ну, слава богу, у нас не все слепые, и вообще для русского народа, так скажем, поиск правды, мне кажется, это в крови такая вещь есть. Ну, не то, что в крови. Ну, вообще, дело не про кровь. Это в культуре, скорее, в нашей. В нашем менталитете искать правду, мне так кажется, и быть несогласным с неправдой, не мириться с ним. Поэтому, к счастью, скажем так, многие из моего окружения, с кем мы говорили на разные темы, на происходящее событие, происходящее событие во время и ковида и во время войны, да, вот сейчас. Многие изменили свою позицию. Это даже есть многие очень известные люди, я не буду говорить конкретно имен, с кем просто вот мы пообщались, мне там задавали вопросы. Когда только вот началась спецсперация, они там спрашивали, а чего ты там, ты там знали, что у меня там родственники, что я там, так скажем, оттуда у меня все, да, и задавали вопросы, и после того, как я с ними так, ну, просто разговаривал, они меняли свое мнение. Это там задпатриоты и все такое. И вообще не про это речь. Просто из однозначного вот этого раскрашивания все, о чем мы с тобой говорили, что есть люди, которые раскрашивают все в черный и белый цвет. Это типа козлы, а это значит у нас Д'Артаньян, понимаешь? Мир, он не такой. Он по-другому устроен. У него много разных оттенков. Есть засранцы и там, и там, в любой ситуации, какой бы, даже вот как в семье конфликт возникает, кто-то неправ здесь, кто-то неправ здесь. Все не так просто, короче. Все очень-очень сложно. На людей, которым хочется упростить все, да, вот как раз, да. Конечно, да. Проще всего, да, просто этих раскрасить в черный, этих в белый и все. Мир станет понятно. Да, да. Но на самом деле в черный и белый можно раскрасить, вот можно раскрашивать в черный и белый, но не людей, а поступки, на мой взгляд. То есть есть очевидные вещи, которые неправильные. И это, скажем так, может служить руководству к действиям. Вопрос тебе как к отцу. Я это всем сдавал. Я не помню, в том интервью я сдал тебе или нет. Ну, задам в этом. Если в том был, то в два раза будет возможность сравнить тогда. Хорошо. Вопрос к родителям такой. Если у тебя же дочь, если дочь, то мой придет мудака. Как ты к этому отнесешься? Ну, я спрошу, поговорю с ней. Надо по ситуации смотреть. Что еще мудака? Какого мудака? Ну, ты умеешь определить мудака о жизни. Вот видишь, вот этот человек мудак. Ну, да. Вот он рядом с твоей дочерью. Дочь любит. Жить не могу, люблю. Смотря какой возраст, это все от ситуации зависит. Сложный вопрос. Ну, видишь, больше бы вводных данных ты мне дал, я бы, может быть, тебе сказал, разыграли бы тут с тобой это, понимаешь, да? По ролям бы это все разыграли. Но вот так вот просто, ну, мудак, а в чем? Ну, может быть, он излечимый мудак. Я тоже, когда, наверное, с Катей начал встречаться, тоже был в какой-то степени мудак. Каждый из нас в какой-то степени мудак. Вот так хочу сказать. Ну, если там безвыпивающих, если там, конечно, какие-то, ну, совсем плохие вещи. Возможно, и радикальные какие-то меры, не знаю. У меня просто друг говорит, вот у меня дочь на свидание полет, я заряжаю ружье уже. Ну, этот гиперконтроль, я не уверен, что это хорошая идея. Но это ему, конечно, и дней. Мне лишь тяжело судить, потому что у меня дочери 7 лет. Мне еще долго до этого. Да не так уж. Ну, хотя да. Полпути пройдено. Да, полпути пройдено, да, да, да. То есть, значит, получается, сколько группе? Да. Ну, прикольно. Да. Неожиданно сейчас так, понял. Прикольно, да, действительно. Начнем финальную часть. Давай. Опять же, повторю тебе тот же вопрос, что и 3 года назад. А сегодняшнего дня плюс 20 лет. Как ты это видишь для себя? Это мне будет 50 лет. Ну, я думаю, что группа еще будет. Жить, выпускать что-то даже. Я думаю, что я буду давать концерты. Я на это надеюсь. 50 лет. Жизнь только начинается. 50 лет. Вот, поэтому посмотреть на, так скажем, некоторых 50-летних с нашей сцены, да, есть реальные люди, кому уже за 50, они выглядят прям шикарно. Поэтому, ну, я надеюсь, что я буду в какой-то, скажем, в хорошей форме в плане, там, здоровья. Смогу давать концерты из-за этого. Надеюсь, что я буду жить в каком-нибудь, ну, вот я сейчас живу в доме, но в Подмосковье. Возможно, я там буду жить где-нибудь на юге, на море, зимовать. А может быть, в Питер переедем. Катя вот у меня в Питер мечтает переехать. Посмотрим. Ну, это точно будет дом. Я надеюсь, что это будет семья. Может быть, у меня уже будут внуки. Было бы здорово. Если были бы внуки через 20 лет. Я бы этого хотел. Вот у меня отец, получается, дедушка уже 7 лет как. А ему, получается, сейчас 51 год. То есть, он в 44 стал дедушкой. Я бы тоже так хотел. А кем ты в детстве хотел стать? Вокалистом. Вокалистом? Музыкантом, да. И клипмейкером. Ты бы уплатил все. Сбылось. Это без шуток, кстати. Я смотрел MTV или что-то такое. Не помню. Ну, какой-то не помню. Ну, какой-то канал музыкальный. Думал, блин, прикольно, наверное, снимать клипы. Вообще, сейчас я хочу, конечно, попробовать себя в продюсировании кино. Я же в итоге не режиссером стал, я продюсер. Мне было бы интересно продюсировать кино. Но это долго до этого. А точнее, мне было бы интересно снять какой-нибудь крутой сериал. Ну, именно хороший сериал. Не говно. Не там, не хавчик. Какой-то крутой, не знаю, исторический сериал. Или что-нибудь типа того. Это было бы интересно. Но в детстве я, ну, в принципе, этого и хотел, да. Ты мамин или папин? А фиг знает. Непонятно. У меня, видишь, мне повезло. У меня семья очень крепкая, полная. И у меня прекрасные родители. Поэтому мне в равной степени досталось. То есть, мне кажется, что у меня многие эмоциональные вещи, они от мамы. Но такие, скажем, волевые какие-то качества, наверное, от отца. То есть, я такой же мечтательный, как мама, но такой же, может быть, рассудительный. Ну, вот это вот именно такое вот структурное мышление, которое мне в жизни помогает, но от отца. Есть фраза от семейных людей, что я слышу, у кого родился ребенок, они говорят, что либо все твоя жизнь наконец-то живешь ради ребенка, а есть вторая фраза, что до ребенка ты и не жил. Какой тебе подход ближе? Да я не согласен ни с тем, ни с тем. Потому что не жил. Жил. Ну, у меня, скажем так, новыми красками яркими заиграла жизнь, когда родилась Варя. Скажем так, мне очень жалко людей, кто не хочет заводить детей, потому что они просто не понимают, насколько это большое счастье воспитывать ребенка, насколько счастье воспитывать девочку, папе. Это просто невероятное ощущение. Ну, каждый день она меня радует, но я при этом не считаю, что надо жить ради ребенка. Наша обязанность родителей воспитать ребенка, но по иерархии, так скажем, в христианском понимании, да, Бог, потом супруга, потом только дети. Поэтому мы с супругой были до того, как родилась Варя, и останемся после того, как она уйдет из нашего дома в новую семью. Поэтому здесь надо не забывать об этом. Женщинам об этом не надо забывать, и мужчинам об этом не надо забывать. Поэтому жить ради ребенка это не совсем правильно. Так делают, но это из-за этого как раз получаются инфантильные вот эти вот товарищи, маминой снежинки. А как ты решаешь вопрос, ну, сейчас же, знаешь, самая простая схема делаться от ребенка, это ты просто не даешь телефон, планшет. Ой, у нас борьба. Да, я не даю вообще ни телефон, ни планшет. Очень редко я включаю какие-то советские мультики. У нас было до недавнего времени, что по субботам мы и давали планшет, но мы от этого сейчас отказались, и надеюсь, мы долго продержимся. планшет, он реально делает детей тупее. Вообще, сто процентов. Телефон я вообще буду, ну, кнопочный покупать, когда она вот в школу пойдет в следующем году. Будет кнопочный телефон. А вот то, что там будут дети, у которых телефон вот такой. то это все можно нормально объяснить. Я в этом смысле сторонник того, чтобы просто все это проговаривать. Я варить, вот так и говорю, девочки, мальчики, которые много сидят в телефонах, они глупеют. Если ты не хочешь быть глупенькой, лучше не сиди много. Поэтому я тебе не разрешаю. Я все объясняю, она все понимает. Она спрашивает, да, почему? Я все объясняю. А было момент, когда она тебя удивила? Постоянно. В этом и прикол, что ребенок постоянно удивляет. В этом и кайф. Удивляет, удивляет. Конечно. Каждые новые слова, новые эмоции, какие-то движения. Походил у тебя вот ребеночек, который там определенным спектром слов и эмоций пользовался. Тут раз какое-то новое появляется. Уже что-то вот, что-то взрослое. И ты в этом, что самое крутое, ты в этом видишь себя. Ты видишь, что какой-нибудь взгляд, там, поворот тела, что-то такое, какой-то жест. И ты понимаешь, что это на тебя перенимает. Это так круто, что ты видишь это отражение себя в ребенке. Не страшно? А что страшного? Ну, ты можешь подать плохой пример. А, ну это страшно. Когда ругаемся, бывает с женой. Ну, бывает у всех, бывает. Или, может, не у всех, но у нас бывает. Бывает ругаемся и... Ну, мы стараемся там сильно не ругаться, особенно при варе. Но бывает иногда, там, что-нибудь там, буркнешь как-нибудь и понимаешь то, что это вот сейчас не надо было так делать. Потому что ребенок то все видит. И эту модель будет за... за норму принимать. И переносить это все на будущее свои какие-то... На свое будущее. На свою будущую семью. Поэтому надо фильтровать, что говоришь и что делаешь. Конечно. Какие новые вызовы перед тобой ставят Ермак? Новые вызовы? Ну, сейчас мы забили 19-30 клуб. Это клуб на 2000 человек. Новый вызов собрать хотя бы косарь. Косарь? Хотя бы, да. В Москве. Не знаю, как это получится. До войны, до... Ой, не до 14-го года, но до СВО. Мы собрали Урбан. Было хорошо. Человек 800, мне кажется, было. Но это было до. Как оно там будет после, я не знаю. Вот сейчас. Новый альбом все-таки может быть и будет побольше. Посмотрим. Как промо будет? Ну, вот это, да, такой основной новый вызов. Большая площадка. Грандиозное такое будет мероприятие. Будет куча света, всяких эффектов. Всего такого. Приходите. Да, приходите. Приходите. Когда концерт? 4-го ноября в Москве. Да. Можно промокод сделать. Да, промокод сделаем какую-нибудь на скидку. Все. Промокод будет какой? Велш. Да? Отлично. Отлично. Промокод Велш. В-э-э-л-ш. Четыре буквы. Ссылочка в описании. Промокод на скидку. Прикольно. Прикольно. Прикольно, да. Я только рад. Для меня это вообще... А ты-то придешь сам? Конечно. Вот. Так теперь я откажусь. Ты так меня подвязал, что теперь придется прийти. Я шучу сейчас. Конечно, придется с удовольствием. Каждый раз на это с вашего шоу смотри вживую. Класс. Поэтому всем рекомендую, потом вживую вы другие от постинки отличаетесь. Да? Круто. Но для меня по крайней мере. Мы же играем все вживую. Мы подклад не используем. Да, я знаю. Вы говорили с Андреем про это. Да. Сложно было отказаться? Ну да, сложно. Конечно, проще, когда за тебя там поет. Ну сейчас все играют с подкладом. Почти все. Очень мало кто без него играет. По крайней мере в нашем жанре. Потому что много... Ну тяжелая музыка. Там вокал... Планка по вокалу повышается, повышается, повышается. А вывозить это все в одного, в двух вокалистов это тяжело. В двух еще как-то в одного тяжело. Там интервалы. А у нас коллектив поющий. У нас пять человек поет. Поэтому мы это все раскладываем, поем вживую. Ну собственно поэтому состав такой большой. Если был бы подклад, да мы... Ну как бы можно было бы вообще там сделать группу из трех человек условно говоря. Баз в подклад, вокал в подклад, гитару вторую в подклад. Ну типа вот там барабаны, гитаристы, вокалисты. Все, и больше ничего не надо. Но это путь. Это не рок-н-ролл. Это херня. Пусть рэперы так делают. А вот дружочек твой. Сколько вот вы со своих, которые начали делать. И все эти... Они сейчас снимаются. Вы как же жив? В контакте живы. Вот он же с тобой Ермак делает. Сколько... Вот весь путь вы прошли. Ваша дружба окрепла? Что вот... С Вадимом Киселевым? Да-да-да. Конечно окрепла. Мы уже... Слушай, Ермак это вообще какая-то семья. Уже вторая. Мы как... Даже не как уже друзья, как братья там друг с другом. Ну, просто бывает ругаемся, там, кто-то на кого-то обижается, дуется, бывает подолгу. Но все равно это семейная такая история. Поэтому, конечно, окрепла. Я уже не представляю, там, коллектив там... Ну, если ты говоришь про Вадима, там, коллектив без Вадима, ну, мне тяжело представить. Допустим. Это была бы там большая, так скажем, какая-то тяжелая потеря и для меня лично, и для коллектива. Если бы там по каким-то причинам Вадиму бы пришлось там уйти, не знаю. Переехал бы в другую страну, например. Бедно навсегда. Мне бы это было тяжело. Я не могу себе думать, как вот, да, там, брата потерять. Так же, в принципе, со всеми остальными участниками. Потому что мы уже давно играем вместе, и это сложно. И этот состав формировался долго достаточно. Ну, вот я знаю. Такой. Люди приходили, уходили. Такая была ротация очень серьезная. Особенно с барабанщиками. Вот если, например, сейчас там ну, реально кто-то уйдет, ну, это будет сложнее, чем там сколько-то лет назад это там заменить. Я смотрел интервью Познеров с Лимоновым. С Лимоновым? Да. Так. И там был один вопрос, который Лимонов написал, Познер спросил Лимоновым. Лимонов сказал, это я написал Познер. Ты говорил, да? Какой я молодец. А я оттуда украл вопрос нагло. Так. В жизни каждого человека есть моменты, которые хотел бы забыть или выкинуть навсегда? Есть ли такие в жизни твои моменты? Моменты, которые хотелось бы забыть? Есть. Но я о них не буду рассказывать. Мне единую часть интересна. Есть. Есть такие моменты. Мне кажется, они у всех есть. Что-то из детства, подросткового возраста. Много за что стыдно. Очень много за что. Особенно вот то, что было там до 18 лет. Там такого всякого много, что лучше бы вообще этого никогда не происходило. А вот когда ты работал в плане Б, миллион лет назад, ты вот предполагал, что весь этот путь проделаешь? Ты вот видел себя? Условно здесь, сейчас? Ну, вот здесь сейчас, конечно, нет, но я поставил себе какую-то цель, такую вот. Я до нее шел и иду до сих пор. Но я не видел, как это конкретно будет выглядеть. Но я рад получающимся результатам. То есть, наверное, он превысил мои ожидания. Я не мог себе представить, что все так повернется. Мне тяжело было мыслить там теми мозгами в том моем сознании, когда я там работал, мне было 18 лет как раз. Сложно было представить, что это будет выглядеть именно так. Ну, как-то вот оно мне сейчас выглядит, наверное, лучше, чем я себе это представлял. Финальный вопрос. Финальный вопрос. Давай. Он опять же состоит из двух частей. Давай, давай. Ты на своем месте, ты счастлив? Я на своем месте, я счастлив. Сто процентов. Вообще. На своем месте и, надеюсь, буду на нем находиться дальше. Надеюсь, что мой путь, путь группы только начинается. Спасибо тебе, что пришел. Второй раз. Спасибо тебе, что пригласил второй раз. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...